Добровольный взнос должен быть или это обязательный? Вот это неинтересно. Ну все это законно вообще. Как вы считаете? Вы не боитесь браконьеров? Вы обязаны выезжать, когда вы на джурстве? Ловят на зимовальных ямах или нет? Вы как-то контролируете? А вообще основания есть для того, чтобы брать плату за это? Врачи что-то не замечаете? Дальше. Туда до корнями бегом. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Всё для клёва». Сегодня мы с вами принимаем участие в рейде по браконьерам. Одесский рыбоохранный патруль пригласил меня в этот рейд. Он проходит совместно с полицией. Необходимость его заключается в том, что с 1 октября 2019 года существует запрет ловли на зимовальных ямах. И этот рейд нужен в качестве профилактического мероприятия. А если удастся задержать дрочистов, то есть браконьеров, ловящих на запрещенную снасть драч, то это, конечно, будет удача. Вот такую снасть привязывают к толстому по диаметру шнуру, забрасывают в реку и резкими движениями её дёргают. При этом за острые крюки цепляется любая рыба, и во многих случаях она сходит с этого крюка. Но при этом сильно ранится. Вероятность выживания раненой рыбы перед зимним сезоном очень мала. Поэтому снасть драч, как и дрочисты, вне закона. Для ловли таких моральных уродов и проводятся такие рейды. Кроме меня были приглашены журналисты с телеканала «Репортер». Уверен, что сегодняшнее видео будет интересно всем рыбакам, которые любят ловить на Днестре не только с берега, но и с лодки. Обязательно возьму интервью у инспектора Одесского рыбоохранного патруля, потому как вопросов к нему очень много. Скажите, пожалуйста, снастью вас, что вы лойте. Вот эту шуру как держите? Норму крючков знаете, да? 5 крючков на человека? Вылов, норму вылов. 3 килограмма, все правильно. Все знают? Да, крючки есть. Красавцы, вообще. Крючки в норме, значит, по драчам. Нет, без драчей и шуботки ничего не было. Тогда мы долго поймали пару штук. Понятно. Что, карпа нет? Нет. Понятно. Она что, на червя? На червя, на шурусу, на тесу. Нас проблем нет. Молодцы, отлично. Супер. Калончик и доведу. Патрулировали по нашу речку здесь. Так. Так. Добрый. Ребята, что нас уловите? Другие лови какие у вас? Ой-ой-ой. Не, у нас все, вон, телефончик. Ну, классно, молодцы, супер. По драчам берется. По драчей, чтобы не было, и еще с обоим. Заборону его в лодке не будет. Я вам сам позвоню, если сповать. Молодцы, супер. Все нормально. Добрый день. Добрый день. Вот это, и киснасти у вас. Аккуратно, только парковаться. Вы нормально. Не думай, что на такой лодке могли бы ловить на драча. Смотрите. На что ловят они? Это все. Уверен, что на драча ловят только люди с низкой социальной ответственностью. Значит, по драчам у него? Да не, вы что? Мы такой химией не занимаемся. На рыбе. А-а-а… Три каплика. А на что был? На макуху? Нет, на горох. На горох, с макухой. Ну, я вижу макуха с горохом, да? А, это с макухой. На волос. На две горошины. На волосы две горошины, да? На волосы не особо. А на шо? Пока просто на крючок девается. Вот. О-о-о-о, понятно. счастливо осторожно удилище держим 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 да уйдите оттуда твою мать он выдержали поломаете все нормально твою мать как улов это ничего нету таранька вон и этот до чистого не замечаете аккуратно якорь подойдите сюда дайте документы так вот мы в лимане добрый день что там у вас как улов хорошо а ну поднимайтесь нас будет на кустах был а виталек начал дуть то я оттуда перескочил сюда горок крючок нормальные десяточка нормальный карпики вот там уже 3 килограмма уже норма вылова уже выполнена правильно вот ведь ну вот так если члену вора за мостом любительский участок там 5 килограмм тут 3 c норма это понимаю сегодня даже чисто мы не поймаем да попрятались наверное попрятались а а по улову сколько покажите значит норма вылова 3 килограмма на человек чистое люди дни когда не на выходные ну да каждый человек который стоит честно а да так вы видели его у спас практически я его держал он был упал в воду я его еле-еле держал вместо что сказать спасибо что его удержал он начинает еще бочку катить тут такое работает на драча стоя сидя не только стоит это раз и утрых при подходе надо это делать очень быстро потому что обрезает драчи сразу обрезая драчи и резюме оборвалась я стоял на крючок ловил и от крючок оборвался проблема его взять с поличным и водная полиция здесь рыбоохрана короче много шума толку нет а как вы контролируете что они от ловят на зимовальных ямах или нет вы как-то контролируете ну конечно если снастью стоит на яму значит снимаем снасти оформляю человека если если снасть промаркирована вами то есть это снасть сетка имею ввиду сеть промысловиков но она стоит на зимовой яме вы будете ее вытаскивать сеть вытаскивается бирка есть дарки можно определить хозяина сеть изымается с зимовальной ямы оберкована находится хозяин бирка соответствует хорошо если мы сейчас вот не сможем найти ни одного драчиста мы можем взять и проехать по зимовальным я вам и проверить если там сети ну хорошо можем проехать только надо мне надо координаты именно именно я так давайте поедем вдруг поймем найдем сеть хотя бы это классно сейчас так как раз вот как раз они там не стоят но может быть так давайте поедем да давайте существует специальный пропуск то есть выдается корешочек 30 гривен стоит до 30 гривен вот это такая перепуска сейчас национальный парк выдает рыбакам платится и вообще основания есть для того чтобы брать плату за это все нашему руководству вашему руку она же в законе про рыбалку про любительскую у нас бесплатный доступ к реке правильно а так получается 30 гривен за что что пропуск законе но не платный но не платный не это идет взнос в национальный парк на развитие дальнейших тут уборка территории добровольный взнос должен быть или это обязательный вот это не интересно вот 30 гривен добровольный или нет это чисто добровольный это вообще смешно если рыбак отказывается платить добровольный взнос он может абсолютно беспрепятственно мы не можем ничего предъявить мы просто предупреждаем если есть нормальные люди вот себе заплатили проезд вот скажем так через шлагбаум будет остановки правильно затронул тему тюк так что друзья вы поняли да это все по большому счету херня платить можно платить а можно и не платить у нас не запрещена спортивная рыбалка и она бесплатно на всех реках поэтому за все это все фикция вообще вы справляетесь сколько человек вот на днестре сколько вас чтобы не допустить значит мы дежурим круглосуточно так по два человека экипаж так каждый каждую смену заступает люди так дежурят так и каждый день меняется ну в результате есть дрочистов мало и это сейчас редкость большая по дрочистам основном любители сидят на отдыхе чисто мало потому что понимают что есть ну скажите вам хватает ли топлива выдают вам только честно скажите топлива выдают ну ну сколько дает ну допустим я на той неделе получил на и с напарником 60 лет так вам хватает 30 литров на человека ну для рейду достаточно но даже вот выехать ночью например ночью ну в принципе хватает мы работаем по всему водоему днестровского лимана и речка ну я работаю на по днестровскому лиману а ждут до куда 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 днестровский лиман красная коса до этого но село малого есть ага я работаю там том районе 0 заступая дежурить и сюда тоже здесь ребята есть которые то есть вы двое аж на весь днестр вместе с лиманом я погляпая но это это момент дежурства вот один раз там неделю или два раза в неделю а вообще контроль ведем нас на определенных участках постоянно но все это законно вообще как вы считаете это их не инициатива национальная парка директор решил вот это установите такие бы ну еще по 30 гривен брать но у нас же у нас же любительская ловля бесплатно бесплатные до этого они считают чтобы парке и за отдых надо платить это их не внутренние дела мы эти вопросы времени то есть вы как бы и не должны контролировать есть у него билет или нет у него билета по большому счету правильно да конечно конечно если вот так проедет лодка которая не знает что тут натянуты троса я считаю что это что это небезопасно в первую очередь потому что человек и руки я не он не знаю нужны стоять таблички то есть папа рэджа нет упреждение что перейдешь логбаум пост пост национального нижнедмистровского парка все он должен быть предупрежден откуда бы он не выехал то есть это уже информацию ты должен доносить сотрудники и руководство национального парка а этого нет просто тупо натянутый шнур то есть у вернее трос я думаю что после наших выездов после наших репортажей думаю что это все появится и будет все в цивильном понятно оплату брать это правильно есть по закону могут добровольно на развитие по добровольно да ну куда уходит опять же сейчас понимаю что национальный парк должен следить за экологическим состоянием то есть рассаживать зеленые наслаждения то есть это деревья кусты там у круче облагораживать то есть и защищать естественно живность которая она здесь существует для этого нужно естественно какие-то расходы тот же самый бензин тот же самый катер но нижнедмистровская структура они сюда они же получаются бюджета деньги наверное не наверное а точно я как бы не против развития национального парка нижнестровского национального парка но ситуация которая сейчас сделана по поводу оплаты это должно быть как-то правильно выстроена на добровольной основе и как-то цивилизованно сделано по культуре на него так что приезжая плате бабки блины непонятно что за что и как чтобы это было какие-то разъяснения чтобы люди это как-то прочувствовали на себе и тогда да почему бы нет какие-то таблички по вести что-то аккуратно внимание трос натянуты туда аварии недалеко здесь зимовальная яма и поэтому с 1 ноября здесь ловить нельзя поэтому ими и так понимаю будет выписанный штраф в связи с тем что рыбаки ловили на зимовальной яме инспекторы одесского рыбоохранного патруля провели профилактическую беседу и хотели уже их отпускать но сотрудники полиции учуяли запах спиртного у хозяина лодки достали драгер им продумать и он показал завышенный уровень алкоголя в крови этого рыбака составили протокол по 130 статье управление транспортным средством состоянием алкогольного опьянения и не меньше 10 тысяч гривен штрафа я конечно не ожидал чтобы на реке проверяли на алкоголь хотя считаю это правильным виной практически всех бед аварий и катастроф у нас это алкоголь ребят добрый день youtube канал все для клёва хотелось бы узнать у вас что ловится вообще как вы тут ловите лещик лещ под а можно посмотреть и на что скажите пожалуйста клюет на тервяда да и горох а ну покажи мелочь 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 здрасте да 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 а здесь надо потому что я выгоняли надо на прошлой неделе на врача пацана ловил не подрались с ними за того что ловил на врача ого ого с куркумой я понял горох с кукрумой и горох с паприкой еще на что лучше клюет на парашек ведро заговорили я понял не по вашему рецепту а вы что смотрите youtube канал сверху ну вчера смотрел на шоу классно молодцы ты делал то что никогда на реке на флэп не уявил вот просто интересно она а импульсы круто 2 и 7 как у меня да 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 27 тоже нормально как раз бровочка нормально это не серьезно вообще короче на флэп да еще держится флэп ну на реке держится нормально прикольно что-то ни разу не ловил надо попробовать тоже смогу попробуйте на 80 грамм более-менее более чем хватает на дне старость не сильное течение а толщина лески и кайлов леска здесь 03 а здесь здесь не леска здесь это не такое ощущение что если вот на флэп куловить то даже груз еще не упадет уже короче смой да не не смывает если нормальная в рекормках хорошо замочена это обычная горохова смоет такую покупного не смывает фишдремовскую выставил фишдрем да неплохо держится как бы ну и плюс я беру жить и прикормка там где идет чемпионы соревнований там она покажите какая насколько но она может на 5 гривен дороже карпа мур да но она же это чемпион соревнований 2011 года и на нее чуть лучше за последнее время много поймали этих дрочистов это чисто допустим я сейчас не поймал поймали некоторые инспектора вот это на твои пару дней назад которые здесь работают на работами и по сеть по сетям ну хорошо сети вылавливаете это в этом году или как или или в этом сезоне или как вы ловите рыбу на вставание на выходной поехать себе с удочкой посидеть тоже я это ловите конечно очерни посидеть когда последний раз были ну был на той неделе что поймали пару карты попай мою чисто для водных друзьям не поехала а где были 9 на дистри я имею такое же самое право для ну естественно конечно вопросов нет не но отлично отлично что значит не посидеть места у нас классный супер да и вырос рыбацком селе а также я нормально к рыбалке на мой детство на удочку вы не боитесь браконьеров ну были ситуации когда в принципе сейчас уже нету таких ярых браконьеров надо с автоматами ездили нас убили общественные инспекторы из-за порта сейчас уже таких ярых нет когда банда была с авиадеополя 40 человек взяли бандитов именно с автоматами сетями до автоматами сети вырезали рыбаку стреляли по рыбакам палаткой ситуации сейчас таких нет то есть не так сильно боязно скажем так или все равно более 10 на пьяные конфликты как сегодня это как сегодня да как сегодня и в нюансы бывают такие же браконьеров за взяток это нету их же искренели таких вот уже искренели вот это остались адачисты еще местные вот и добить надо их поэтому все уже рыбачили нормально я вас понял да еще мне такой-то интересный вопрос вот положено в сутки не больше там трех килограмм рыб правильно если человек стоит трое суток вот как как здесь суточная норма вылова все равно 3 килограмма ну вылова и вывоза суточная норма разрешается даже если он будет неделю стоять то есть вы хотите сказать что если я стоял три дня три дня 2 килограмма не могу вывести суточная норма 3 килограмма вы можете уехать и вывести эту суточную норму но потом приехать сидеть еще по рыбачке независимо от количества дней сколько вы на рыбалке сколько вы на рыбалке а если попадается один экземпляр большой можно его забрать да 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 скажите пожалуйста но правильный выпускать какую большую рыбу или маленькую ну вот как вы считаете я считаю что выпускать надо молоть то есть лучше забрать большого до молодых пускать особенно в таране молоть есть лещ дает игру про карпа карпа карп ну конечно молодец мелкого а крупного можно забирать рука не нужно забирать конец кстати опросовики отпускают молодую маленькую рыбу или они все подряд значит и смотря какими орудия работает орудия лова которые молот не берут а допустим 65 70 и выше это работает на промысловые на промысловую рыбу если молоть попадается в винтерях рыбных то рыба живая там в винтерях ее перебирают молоть выпускает живом виде отварную рыбу забирают там это реально так или так хочется чтобы молоть точно пускает это по факту они не берут им не надо такая она никому не надо если привезут на рыбоприемный пункт и у них то не возьмет сан саныч если есть телефон на горячую линию в рыбоохранный патруль вы обязаны выезжать когда вы на джорсов обязаны обязательном порядке и это сразу идет на нашего начальника отдела начальника дела сразу звонит нам и мы реагируем сразу но иногда бывает такое что вы а скажите номер номер лодки кто там типа кидает сети а ну номер лодки не видно тогда вы реагируете или нет реагируем любом случае этот квадрат район где было нарушение мы выезжаем любом случае да если лодкой у нас на простой здесь находится я допустим там на белый днестровский тут люди есть они выезжают то есть мы перекрываем друг друга зависимости от района что вы здесь делаете расскажите выйти на рейд против браконьеров против людей которые незаконно вылавливают в огромных объемах рыбу в огромных количествах людей которые пользуются запрещенными снастями посмотреть узнать как это все происходит какие штрафы как работает наша рыба охрана как работает патруль и как это все охраняется хорошо и какие ваши впечатления как впечатления к сожалению либо к радости это даже смотря с какой стороны смотреть выявлено было не так много с одной стороны как говорят в раках они видимо так работает профилактика либо же мы выбрали очень неудачное время можно надеяться что действительно начали соблюдать правила рано или поздно, мы действительно сведем до минимума количества нарушителей. Вот, друзья, посмотрите. Сгоревшая машина. Да, наверняка, ребята, напились огненной воды и остались без машины. Все, заехали и уже не выехали. Да. Еще интересно, как не сгорели камыши. Не знаю, друзья, вам видно или нет, но вот что я вижу, это горы мусора, друзья. Горы просто. Вот там, где ребята вышли, посмотрите, там под деревьями просто в полчеловеческого роста мусора. Кошмар. Сосан, скажите, пожалуйста, по количеству вылова и количеству крючков, вот по зонам как оно распределяется? На любительском участке. Так, это от моста? От моста и вверх по течению справа-слева, 4 километра по течению. Это количество крючков, 10 крючков на человека и 5 килограмм рыбы на человека. Так, а дальше идет зона общего пользования, да? На зоне общего. Это с какого километра? 40? Где-то 46-го, 47-го, да? С развилки. С развилки, да. Вверх по течению общего пользования водоем 5 крючков, 3 килограмма рыбы, вниз по течению от моста общего пользования до гирла днестра. Так же самое. 3 килограмма улов, суточная норма, 3 килограмма и 5 крючков на человека. Понятно. И во время нереста? Во время нереста разрешается одной поплавковой удочкой на любительском участке с берега. Ну, не только поплавковой, можно фидерным удилищем тоже. Да. С одним крючком. И улов, если на любительском участке 5 килограмм. А там 3? А там 3. Ага. Но в запрет обуславливается место лова. Лова, да. То есть, получается, что в местах общего пользования ловить нельзя? Нельзя. Даже хоть килограмм, хоть на один крючок вообще нельзя? Нельзя. Вообще нельзя? Нельзя вообще. Только на отведенном любительском участке. Хорошо. Если будет стоять рыбак и рыбачить не во время нереста ни на один крючок, а хотя бы там на два, вы выпишите штраф или делитесь предупреждением? Возможно предупреждение, возможно штраф на усмотрение инспектора. Но я думаю, что два крючка это не проблема. Это не проблема. Я думаю, когда вы завышены улов и количество крючков 5-10, это другое дело. То есть, вы тоже по-человечески относитесь. Можно обойтись попереджи. Я понял вас. Добрый день. Хочу вас всех поприветствовать. Сегодняшнее профилактическое мероприятие, рейды, я подчеркиваю, профилактическое, связано непосредственно с тем, что с 1 числа, с 1 ноября Одесским рыбоохранным патрулем выдан наказ по поводу запрещения рыбалки на зимовальных ямах. Помимо этого приказа мы сделали четкую карту с координатами, которая размещена как на нашем сайте фейсбук официальном, так же на нашей официальной страничке. Вы можете в любое время ознакомиться. Там все четко координаты указаны. Запрет будет действовать с 1 ноября по 1 апреля 2020 года. Поэтому хочу обратить ваше внимание, если вы выходите на воду, чтобы вы четко знали, где можно рыбачить, где нельзя рыбачить. Сегодня был профилактический рейд также посвящен выявлению грубых нарушений. Но так как мы их не нашли, я хочу заакцентировать внимание, что с каждым годом становится все больше рыбаков-любителей, которые стараются не нарушать закон, то есть не выходить на зимовальные ямы. И наш бич, с которым мы постоянно сталкиваемся, и так же я вижу это постоянно в интернет-каналах, что все говорят, что очень много ловят рыбаков несознательных на драч. Сегодня мы привлекли общественные организации, органы полиции, так же вас как блогера пригласили, чтобы вы сами увидели, что в начале запрета на рыбалке на зимовальных ямах мы не встретили ни одного так называемого драчиста. Но это не говорит о том, что их нет в априори, поэтому рейды Одесским рыбоохоронным патрулем проводятся ежедневно, мы фиксируем нарушения, выявляем. По поводу зимовальных нарушений, связанных с выловом зимовальных ямок, в прошлом году нами было составлено больше 280 протоколов. Штраф, предусмотренный за это 85-й частью 3-й статьи административного кодекса, от 2 до 10 необлагаемых минимумов, то есть это от 34 до 170 гривен. Если выявляется грубое нарушение, так же идет четкая фиксация и таксация рыбы, которую выловили незаконным путем. Каждая рыба оценивается по таксам. Если вам сказать на сегодняшний день та рыба, которая у нас обитает в Днестре, то карп сазан это составляет 306 гривен, гляч 255, кара 17 гривен. За каждую рыбу, независимо от ее размера и веса. Хотелось бы вам пожелать, чтобы, когда вы поймаете дарчистов этих, чтобы вы лица их фотографировали и выхватывали в фейсбук. Я вам хочу сказать, здесь пожелание ваше приемлемо чисто по-человечески, но вы понимаете, что на каждого человека распространяется как Конституция, так и другие нормативные законодательные акты, которые мне лично запрещают выкладывать их лица без их согласия. Сегодня мы пригласили вас, любой может съездить с нами в рейд, поприсутствовать на этом. И мы открыты абсолютно. Мы хотим людям доказать и объяснить, что рыбалка, хобби, это должно быть тоже на законодательном уровне, а не так, что, как сегодня было очень много вопросов задано, что нет таблички, поэтому мы не знаем, есть ли здесь зимовальная яма или нет зимовальной ямы. Но тем не менее, есть четкие координаты. И он находится именно на ней. Да, а данные таблички, они сами просто уничтожают. Для чего? Для того, чтобы потом говорить какие-то отговорки. Но незнание закона не освобождает, поэтому, как только вышел приказ со вчерашнего дня, мы проводим сначала профилактические мероприятия, превентивные меры применяем только к очень грубым нарушителям, которые явно делают себе за цель, просто-напросто зная, нарушают закон. Всего вам хорошего и удачи, успехов. Спасибо вам, чтобы приняли участие в наших рейдах, поэтому наши двери всегда открыты для всех. Звоните, телефон горячей линии, он и консультативный, поэтому всегда звоните. И будет в описании к этому видео. И будет в описании к этому видео, да. Мне бы хотелось для каждого донести еще раз, подписывайтесь на нашу страницу, там очень много полезной информации. Ну, не хвоста, не чешуи всем, порядочным рыбакам. Водяному. Что ж, друзья, вот так заканчивается наше видео. Если оно было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всегда клево. Ну, прощаюсь с вами, до скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всем хорошо, пока. Пока.